Не дом, а сказка, не сказка, а кошмар. Именно так о своей жилплощади отзываются дети-сироты, а точнее уже совсем и не детям. Взрослые женщины, у которых за плечами тяжелое детство, до сих пор остаются без крыши над головой. 14 лет назад воспитанникам Кировского дома-интерната предоставили квартиру в деревне Слободского района. Почему там жить невозможно, увидели мы с оператором Даниилом Кочкиным. Из Кирова в деревню Стеклофилин из Слободского района Марина Балабанова приехала проверить, в каком теперь состоянии ее избушка. С виду это обычный деревянный дом, двухэтажный, с печным отоплением и рассчитан на несколько квартир. Вот только в здании уже давно никто не живет. Просто я не могу, это просто ужас, конечно, вообще. Здесь реально невозможно жить. Постепенно здесь все обрастает паутиной, вянут и цветы на обоях. Эту квартиру Марина и ее родная сестра получили в 2002 году. Им, как детям-сиротам, государство предоставило свое жилье. Это считается кухня. Проходим дальше. Это комната. Это жилая площадь считается у нас. Вот в этой комнате у нас приписано. Так, я мой сын, сестра и двое ее детей малолетние. Причем один из них новорожденный, которому два месяца. Площадь комнаты всего 12 квадратных метров. В тесноте да не в обиде жить можно, говорит женщина, если условия могли бы позволить. Здесь нет газопровода, водопровода, электричества и крепких стен. В соседней комнате находится туалет. По крайней мере, это помещение так принято называть, говорит хозяйка. Марина Балабанова уверена, здание в аварийном состоянии, жить здесь опасно. Поэтому ни дня не провела под этой крышей. А вот комиссия, которая обследовала дом, пришла к другому выводу. Оконные коробки поражены гнилью. Бревна тоже у нас незначительное поражение, тоже гниль. Дом не оборудован водоснабжением, водоотделением. После слов необходимо проведение капитального ремонта, все-таки дом признается жилым. Другого жилья нам дать не могут. Все. Такой же вердикт вынесла и прокуратура. А вот на вопрос о размере квартиры, говорит хозяйка. Ответов никто не дает. Писала даже президенту. По закону Кировской области о соцподдержке детей-сирот, объясняет Марина Балабанова, на каждого человека должно быть предусмотрено не меньше 26 квадратов. Но хоть как не 12 на двоих. Почему ее семью так однажды обделили в метрах, до сих пор неизвестно. Многие вот такие вот, да, люди, дети, да, такие как мы, они просто молчат. Много очень знакомых таких, я вижу, у кого не получилось что-то выбитым жильем, то есть эти люди, они страдают. Вот. И насколько я знаю, да, по закону дети-сироты точно так же имеют право на жилье. Это коридор там, где мы должны жить. Соль на рану старшей сестре приходится сыпать вынужденно. Наталья Касимова пытается быть в курсе семейной проблемы. Жить ей по-прежнему негде. Несмотря на тяжелое детство, своего ребенка она решила оставить. Сейчас дочка на руках, она на так называемой передержке в центре помощи для матерей. Нас мама сдала в интернат. Мы жили здесь, в Кирове. Учились в шестом интернате. Я очень нуждаюсь в жилье, чтобы воспитывать свою дочку в своем доме. Ангелине пока два месяца. Она, как и ее мама, имеют прописку в деревне Стеклофилины. Но по факту остаются без определенного места жительства. Сестры рассчитывают получить достойное жилье в Кирове. Но юристы пока не обнадеживают. Ксения Фрик, Данила Кочкин, Бюро новостей давеча.